Здорово, YouTube, Максим Густарёв на связи. И первым, чем люди занялись после интеграции нейронки Firefly в Photoshop, так это созданием тонны Reels с расширением закадрового пространства, постерах для фильмов, классической живописи, фотографий звёзд, да даже мемасиков и НОКИ. Кто-то генерирует смешные картинки, а кто-то раздевает моделей. Ну а мы сегодня сломаем шаблон и модели будем надевать, эээ, одевать. Менять, деформировать, в общем, приукрашать так, чтобы это выглядело реалистично. Поехали. Для начала небольшой дисклеймер. Для тех, кто считает, что генеративные нейросети — это конец для профессии фотографа. Ну, типа, всем придётся таксовать. Лично я так не считаю, об этом мы поговорим с вами в следующем ролике, но всё же я кратко сформулирую. Firefly — это инструмент, который появился и стал, разумеется, ультимативным решением. Абсолютно точно так же, как инструмент пластика, который появился в Photoshop много-много лет назад. Тот самый, который позволил делать моделей худышками. Точно так же, как и появление Photoshop более 30 лет назад, который позволил с помощью ретуши делать лицо модели, как яичко, без использования гримеров и визажистов. Но, согласитесь, до сих пор есть индивиды, которые делают ретушь, на которую без слёз просто невозможно взглянуть. Аналогично и с нейросетями. Всегда будут дилетанты, которые будут творить такую трошанину в стиле True Russian Wedding. Наша с вами задача — научиться использовать Firefly по назначению и делать всё качественно. Я собрал для вас 6 подходов к использованию нейросети Firefly внутри фотошопа в коммерческой фотографии. То есть ровно те подходы, которые вы можете использовать не шутки ради, а в серьёзной работе. Начнём с вами с простого и очевидного. Это удаление объектов. Любой посторонний объект, любой сложности, опять же, легко убрать из кадра с помощью генеративной заливки. Будь это случайный человек, попавший на задний план. Либо достаточно сложные и массивные объекты, которые замазать своими силами, минуя часы штампа, ну просто нереально. А генеративный фил это позволяет. Второе. Помимо заливки мы научились расширять границы кадра. Это очень актуально для тех, кто не обладает чувством композиции и не понимает, где именно нужно кадрировать снимок. Если при попытке расширения пространства под моделью дурной фотошоп ругается на цензуру, просто в запросе добавьте слово «батом». И фотошоп обойдёт своё же ограничение. Нормально сгенерирует низ. Работает это, кстати, абсолютно везде. Поэтому цензуре фотошопа можно смело дать под затыльник за такие бэкдоры. Также расширение кадра вам пригодится, когда вы сделали горизонтальный снимок, но хотите загрузить его в сториз. В формате 9 к 16. Генеративная заливка поможет и тут. Я взял свою старую работу, одну из самых первых моих арт-работ, где девочка с оленями-лосиными рогами, и расширил пространство снизу. Из шести генераций в некоторых случаях мы получаем относительный окей. Но всё же лучше этим не пользоваться. Я фиг знаю, откуда там смотрит Adobe, ну а он вообще трусы с моей модели снял. Сра-ма-та. А вот в этом кадре мы получили более гармоничную композицию за счёт наращивания туловища. А вот здесь вот чисто мой косяк. Я сфотографировал, и нижняя часть кадра упиралась в ноги модели. Но генеративная заливка опять же починила этот кадр, гармонично удлинив стену студии и нарисовав внизу окно. Важно понимать, что заливка рандомна. И по накопившемуся опту я могу смело сказать, что в большинстве случаев одной-двух итераций будет вполне достаточно для реалистичного результата. Вся эта магия с нейроночками доступна только тем, у кого есть лицензия. Я уже достаточно давно стал яростным сторонником лицензионных копий всякого софта. И что уж там говорить, у меня даже ПТГУЙ ПРО лицензионный, хотя я им пользуюсь от силы два раза в год. Но даже если вы со мной согласны, то приобрести лицензию из-за санкций в современных реалиях достаточно сложно. Это нельзя сделать напрямую, но можно через посредников. К примеру, ребята из DeadKey смогут организовать вам лицензионный вариант подписки на Photoshop. Да и не только. В арсенале у них множество различного софта. От Adobe также есть вариант подписок PlayStation Store, Spotify, Canva и других. Процесс активации прост как 2 плюс 2. Вы делаете новую почту, на нее создаете новый аккаунт Adobe, отдаете его ребятам из DeadKey, а они уже закидывают на аккаунт нужную вам подписку. Зарубежными платежными средствами, разумеется. Ну а после передают доступ вам, вы меняете пароль и вуаля, вы обладатель лицензионной версии подписки, где нейросети работают без каких-либо проблем. И цена на эту подписку будет ниже даже, чем на официальном сайте Adobe. Ознакомиться с отзывами сервиса можно у ребят в Telegram-канале. Можете даже, не знаю, написать кому-нибудь из пользователей и спросить, что да как. Как-никак, ребята работают с 2020 года и предоставляют гарантию на весь срок подписки. Оплата возможна как российскими картами, так и зарубежными. А для криптошейхов есть даже возможность платить в USDT. В общем, заглядывайте за лицензионные версии подписки на Adobe к ребятам из DeadKey и делайте уже себе, наконец, лицензию по красоте. Ну а мы продолжаем. Ну а далее самое интересное. Третье. В коммерческой фотографии мы делаем пластику, ретушь, и наши клиенты, видя себя на фотографии, верят, что это они. И не важно, что после пластики они скинули 15 килограмм. Да, это они. С идеальной талией, кожей и прической. Прической? Именно прическу мы можем генерировать на очень высоком качестве уже сейчас. Будь то спокойно падающие волосы или развивающиеся на ветру локоны. Фотошоп просто творит чудеса. Теперь можно спокойно послать мастера по прическам. Еще одни пойдут таксовать. Достаточно выделить часть объекта, залить запросом Wind Hair и получить очень естественную вставку. Покажу на примере. В этой фотографии я решил добавить более пушистые волосы, которые стелились бы по креслу на заднем плане. Реализовал я это всего лишь использовав, ну сколько тут, шесть генеративных запросов. Первый генеративный запрос, использовав промпт в одно слово Hair, я добавил вот по такой маске волосики на задний план. Аналогичным образом по небольшой треугольной маске я добавил волосы, стелящиеся на кресло. Потом мне показалось этого мало. Я провел еще одну заливку на нижнюю область. Далее у нас идет дополнительная заливка на щель в кресле. Получилось туда добавить волосы. И здесь у меня вылезло не совсем хорошее кресло, поэтому с помощью еще парочки заливок у меня получилось это дело почистить. Если сейчас посмотреть на до-после, до-после выглядит мега реалистично. К релизу осенью Adobe должны добавить InPaint по нарисованной маске. И можно будет простыми масками указать нейронки, куда именно вы хотите вписать те или иные объекты. Это намного ускорит процесс генерации не рандомных, а подконтрольных вам объектов. Едем дальше. Помимо генерации волос, мы можем генерировать детали в сами волосы. Логично, да? В этом кадре я добавил несколько ромашек в прическу, использовав запрос Camomile. 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 А по запросу Ring in Hair, я запихнул парочку небольших колец, сквозь которые пропущены волосы. Также в фотографии вы найдете интегрированные серебряные украшения, которые я сгенерировал по запросу Silver earring in Hair и Silver chain in Hair. На все про все у меня ушло ну от силы 10 минут, и большая часть времени это просто ожидание, пока нейронк все это съест. Обратите, кстати, внимание, чтобы генерируемые объекты смотрелись естественно, я набросал в маске тонкие штрихи, моделирующие волосы, лежащие поверх объектов. Вот этот вот файл вы можете скачать у меня в Telegram канале, разобранный на PSD файл, разумеется, откройте его, посмотрите, какие маски я создавал, какие генерации я делал. Ссылка будет под видео. А с вас лайк. А вот этот файл стал для меня челленджем. Я решил, что при обработке не буду использовать штамп и маски, нарисованные кистью. Только генеративная заливка, только хардкор. Простыми запросами заливки на прямоугольные области я ступенчато получил весьма реалистичный остров. А позже добавил уточку и некоторую флору на бетонные колонны. Также я решил одеть модель в черное платье. Не все же белышом лежать. И меня порадовало, что практически все генерации были выполнены в одну итерацию. Я считаю, что это очень круто, и мне даже страшно представить, сколько бы времени я потратил, если бы это все делал руками. Кстати, этот файл мы сделали вместе с моим коммунити на закрытом стрим. Если хотите поучаствовать в такой движухе, обязательно присоединяйтесь. Пятое. Еще одно применение генерации в коммерческой фотографии типа компоузинга. Помимо удаления объектов, расширения пространства, мы с вами вполне можем генерировать спецэффекты. К примеру, в этой фотографии генеративная заливка позволила в пару кликов получить весьма реалистичный огонь, который, блин, даже реалистичнее, чем настоящий огонь. Поэтому фантазируйте. Ну и шестое, самое сладенькое, мы оставили на конец. А под разденем-ка мы модель. Выделяем трусы и заливаем. Фотошоп, как всегда, ругается. Цензура никуда не делась. Но обходной путь есть всегда. Пишем в запрос тату. И в итоге трусов нет. А есть какая-то стремная татуха, которая элементарно замазывается через Remove Tool. Вот этот кадр с Кимори мы обработали также на стриме. Я тут сгенерировал очень естественную, более пушистую прическу. По запросу Arm снял сначала рукав с левой руки, ну а потом с правой. А после по запросу Female Body я сгенерировал белый лифчик. Сделал немного пластики, частотку и цвет-коррекцию. Ну и накинул Path Blur. В результате у меня получился очень естественный, не бутафорийный образ. И если эту фотографию вы увидите без сравнения до-после, то она будет выглядеть как будто на вот 100% настоящая. Но раздевать модели это удел успешных успехов. Мы пойдем путем страдания и будем моделей надевать. Возьмем, к примеру, Аню, победительницу генетической лотереи, и оденем ее. Выделив грудь, нарисовав как бы контур тела, вводим запрос Green Female Body, и цензура фотошопа сама дорисовывает нам одежду. На вторую генерацию я получил очень естественный топ. Он прям такой зелененький, в цвет ее колгот. И уже эту фоточку можно спокойно залить куда-нибудь в сториз. Кстати, полные бэки со съемки с Аней вы также можете найти у меня на Boosty Patreon. Также и тут заливка сработала со второй генерацией. Выглядит естественно. А помните мой кадр из 2015 года, где девочка горит в огне с роучем? Так с помощью генеративной заливки по запросу Ancient Dress у меня получилось воссоздать аутентичный наряд, который достаточно хорошо соответствует образу. Роучу на голове в том числе. При всем многообразии функционала Firefly от вас требуется всего лишь обвести правильную область заливки, сформулировать понятный короткий запрос, разумеется, привыкнуть к языку написания промптов, и тогда ваша фотография, я на 100% уверен, будет интересней. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нам с Пикачу будет очень приятно. А далее, ребят, мне даже сложно представить, что будет. Будет очень много всего нового, и я весь в ожидании. До новых встреч, увидимся.